В Народном хурале Бурятии сегодня подвели итоги очередной 22-й сессии Республиканского парламента, прошедшей 3 марта. На ней было рассмотрено 32 вопроса, принято 18 из 19 представленных законопроектов и 13 постановлений. Работа Народного хурала вчера, как обычно, шла в напряженном периоде, так как вопросы все-таки, они все важные вопросы, депутаты очень серьезно готовятся всегда к сессиям, проходит достаточно много рабочих заседаний групп, заседаний комитетов. Один из самых важных вопросов сессии – это внесение изменений в республиканский бюджет. По расходной части мы вчера утвердили 103 миллиардов рублей, по доходной части чуть более 90 миллиардов рублей. Из них акцентировано это собственные доходы, конечно, и уточнение, и безвозвездное поступление – более 60 миллиардов рублей. Собственно, доходы мы уточняем на сумму 4,9 миллиардов рублей. Это из них налог на прибыль, плюсом идет и федеральное поступление – 3,4 миллиарда рублей. И по многим направлениям, хотел бы акцентировать, на сегодня работает госпрограмма, которая из федерального бюджета, мы сейчас уточнили сумму 1,8 миллиардов рублей, это модернизация и капитальные ремонты общеобразовательных школ в республике Бурятия. Напомним, что на ремонт школ республики из федерального бюджета в этом году будет выделен 1,7 миллиарда рублей. Еще около миллиарда рублей безвозмездных субсидий пойдут на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения. Также в части налогообложения было принято решение на 5 лет освобождать от уплаты налога на имущество организации, которые будут заниматься в республике авиаперевозками. Еще один важный законопроект. Мы вносим изменения в закон республики Бурятия государственной поддержки сельского хозяйства, вводим новый вид государственной поддержки, это поддержка сельского туризма. В бюджете республики Бурятия на это мы уже 10 миллионов предусмотрели. Значит, эта поддержка будет осуществляться в виде грантов. На сегодняшний момент отобраны 4 заявки, которые прорабатываются. Они будут направлены, эти заявки от индивидуальных предпринимателей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и под ним будет принято решение. Более подробную информацию об изменениях в законодательстве республики Бурятия можно получить на официальном сайте Народного хурала. Алексей Унагаев, Немар Аднаев. Специально для программы «Вместе» телеканал «Мир Байкал».